Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1080. События дня. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфян 6.19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? За 30 ноября 2018 года. И вот наше объявление. И вот наше объявление. Виталий Мировым, Игнатий Тихонович, на тему абортов. Какой свой стих посоветуйте, взять? 31 раз слово аборт у вас в стихах используется. Не знаю, какое взять стихотворение. Пока вот на этом остановился. Едва Христос родился, как уже. Над крохотным малютком нависают рык деспотов, звяк блещущих ножей. По предреченному в пророчествах Исаии. Рахиль рыдает, ибо нет детей, зарезанных, разбитых палачами. Так плачет церковь. Это все о ней, рождающей, гонимой, как в начале. В родильных муках, исходя на крик, рождает проповеди о Христе Мессии. И ждет дракон. Он пожирать привык от Иерусалима до России. Он пожирал младенца в водах Нила, всех ощущаясь выбросить за борт. В 20 век наука научила прервать беременность, назвавшей то аборт. И женщина сама в себе есть Ирод, сатрап, аман и злобный антиох. И после этого еще кричать о мире для матерей и кровожадных снох. Вопит Рахиль в неоновом роддоме. Но нет детей, они навек убиты. Мы все достойны участи Содома, всей сущностью кровавой и пропитой. Христа разыскивает тайной саглядатой, и муж ученый с мудрой головой. Когда и где сопоставляют даты, то подтвердит истошный женщин вой. И сколько раз его схватить пытались, но возвращались, не сумевши взять. Ржавели гвозди, копея из стали, и в злобе ржавой каяфа взять. Земля винтом прошла еще виток, и спотыкается при виде эшафота. Туда, где суд и огненный поток, скорбям и радостям подводятся там счеты. За первого гонимого младенца и за убитых в этот жуткий век. О, Боже наш! Куда нам деться? Какой за все тебе дадим ответ? 1 января 1984 года. Думаю, это подойдет. Ну и, конечно, цитаты в пролог надо бы. Ну, я ему даю цитаты. Цитаты, что-то он там готовит. Это Виталий Калинников. Я начинаю места писания высылать, а он бывает там поставит где-то. Откровение 12.4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон всей встал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. 1 Петра 5.8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как крыкающий леб ища, кого поглотить». Исход 1.16. И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. 2 Параллель Паминон 22.10. И богофолия, мать Ахозии. Увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иуда. Чтобы самой царствовать, она убила всех внучат своих. Так. Я писал тут помощнику Сергею Птушенко. Про ролики, какие он все обработает, вот давал. Виталий, насчет Стерлигова Дмитрий наивничает. У него кишка тонка, дискутирует с Игнатием Тихоновичем. И он это прекрасно осознает. Насчет моего пребывания в Потеряевке знаю точно, что была польза и мне, и многим зрителям канала «Восвете Библии». Мы все подобострастны, и люди, смотря на меня и в Потеряевской ситуации, примеряли все это на себя, делали выводы. Спаси, Христос, Роман, что даешь повод еще раз сердечно поблагодарить за любовь, молитвы и уроки всем нам, дорогого отца и наставника в вере. Слава Христу! Да и ИТЛ, исправительно-трудовой лагерь, никто не отменял. Именно для исправления я и был в Потеряевке. Это Калиников Виталий пишет, Роману Фроликову. Велком, на следующий исправительный год потрудиться и поисправляться, дядя Рома. Велком, не знаю, что это такое. Что за велосипед? Роман, да, Игнатий Тихонович поступает по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему! Он не сразу стал воспитывать скрученными веревками неисполнительные законы-то. Не сразу пришел в храм, чтобы не только словом воспитывать непослушных Его слову. Так Игнатий Тихонович принимает нас к себе в дом, потому что тысячи Его проповедей проходят мимо нас. Мы слыша не слышим и видя не видим. Поэтому Ему приходится гнать нас, обличать нас, когда мы рядом с Ним на видео. Но блаженный, не видевший и уверовавший, то есть исполняющий слово, при том, что не докучающий Игнатию нашим личным присутствием. И добавка. Наглости вашей нет предела. Те, кто хочет порадоваться при жизни праведника Божия, при этом прекращают подражать Ему, как Он Христу. Слава Ему! Ну, кому-то так. Вчера с Терлиговой разговаривали, и на моем форуме вот такое есть. И последняя исповедь. Фильм тут поставил мне один и говорит, вот посмотрите половиков романа. Я посмотрел исповедь. Начало и конец превышают середину. Батюшкины слова развеют временно, а приведенные вами слова из Святой Библии будут сиять вечно. Иного не было, чтобы небритый был при столь страшном вопросе, не было никого такого. А чего так и бегает из стороны в сторону глаза священника, и сколько ему лет. Хороший ролик, но к нему нужно было бы вот эту часть из Святой Библии приложить. Ну, я не просто говорю приложить, а я конкретно указываю. Беру местописание, в нужную форму привожу их и считаем. «Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Матфея 5,16 «Тогда светит свет ваш перед людьми». 1 Коринфя 15,31 «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь с том похвалой ваших, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Откровение 14,13 «И услышал я голос небоговорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Это что, можно эпитафию на плите написать. 1 Фессалоникийцам 4,14 «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». 1 Фессалоникийцам 4,16 «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 5,10 «Умершего за нас, чтобы мы бодростым или спим, жили вместе с ним». 2 Коринфянам 5,8 «Но мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и во двористи у Господа». 2 Тимофея 4,7 «Подвигом добрым я подвязался, очищение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явления его». Интересно, когда человеку просто так говоришь, на память что-то, даже никак, чтобы не касалось Слово Божие, он вроде бы слышит и не слышит, а здесь сразу меняется человек. Ихлистианство 4,1 «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителей у них нету. И в руке угнетающего их сила, а утешителя у них нету. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе». Галатам 6,7 «Не обманывайтесь, Бог поругаю, не бывает, что посеющий, а кто и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Исайя 57,1 «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестиво восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Лукаш 16,25 «Но Авраам сказал, «Щада, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Филипписам 1,21,23 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Вот я конкретно выделяю эти места, показываю, что это все жирный курсив и Слово Божье. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Вот как надо понимать. Так а мир... Ну что мир? Мир готовит себе погибель. Так а здесь это... Разницы нет. Хас... Где? Римлянам 14, 8. «А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли и умираем всегда Господни». Вот мы можем здесь тоже выделить. Филиппиисам 1, 23. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Это надо просто представить себе, что мертвому лучше, чем во грехе жить. 2 Коринфян 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Роман Половиков. «Благодарю. Ему 35 лет, примерно, священнику. Да, Слово Божие живо и действенно. Это первый опыт, поэтому могут быть недостатки где-то». Сергей Игнатов. «Аминь. Мне отмещение я воздам, сказал Господь Бог. Да и первомученик Стефан, будучи бездвинно побиваемый камнями, молил Бога, не вменяйте его душегубам этого греха». Сегодня я разослал всем такое вот письмо. «Весьма желательно, чтобы недовольные своим житьем, бытием, местом жительства, работой, смогли посмотреть хотя бы вот эти два видеоролика от корки до корки и умолкнуть, и жить уже безропотно за все благодаря Бога. Довольным быть приобретение духу, одна вторая часть того, что приобрел. Ты с благочестием моря пройдешь по суху, в штормах по жизни сохранишь свой челн. Не пожелай того, что крашу у соседа, его жилья, одежду, смиренную жену. Смириться с тем, что есть немалая победа, как в революции, в гражданскую войну. Повторяю, не пожелай того, что краше у соседа, его жилья, одежда, смиренную жену. Смириться с тем, что есть немалая победа, как в революции, в гражданскую войну. Подправь изгибы губ, довольствие щенами и подними улыбкой скобку вверх. Из-за спины и в щель всегда следят за нами, на правду и не взглянут, но заприметят грех. Доволен перед зеркалом обличьем своим, помады и сурьма изъяну не помогут, от укоризны желчной друга отстоим, когда завидуют по малу и по многу. Быть может, у тебя копеечная свечка с заплатами непраздничный костюм и на груди твоя последняя овечка довольствуется, ничем не соблазняя ум. Угрюмый, злобный вид все валится из рук, когда в чужом саду богатый урожай. Сосед тебе не враг, хотя еще и не друг. Достатками чужими себя не раздражай. За все благодари дарующего ночь лапзаем длань хранящего, хотя и больно бьет. Жену отвез в роддом, опять родилась дочь. Доверься сотворившему, в душе растает лед. Начальствующим трудно совсем не согрешать. Расчет награда точно не расстравляя болью, а ропот недовольства все кости сокрушат. Великое богатство быть всем всегда довольным. 14 сентября 2001 года в Потеряевке. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот два фильма. Жизнь в тундре суровая, тут все по-русски, а здесь с переводом, коми, национальность такая. Вот кое-что еще приготовил, другие материалы. Вот здесь вот написано Шевченко Николай. Вот я буду проворачивать просто так. Это он показания давал до суда еще следователю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok граждан и требуем ответить 15-дневный срок к райисполкому и заявителям по существу пассальных вопросов. Зампредисполкома Надежда Семеновна Ремнева, бывший первый секретарь райкома КПСС Центрального района города Барнаула, а ныне работник краевой администрации. Тут рабочий телефон. И вот это сильно помогло. Потом я ее нашел, познакомились, неоднократно говорили, я ей книги подарил. Вот видите, коснулся в одном месте и сразу ну есть что взять Шевченко Николай. А этот приговор, который мне вынесли некоторые судя, за что я был уголовник, там то другое, ну еще раз покажу. Я буду быстро проворачивать, а вы сами смотрите. Пришла пленка. А нашему Пабане отца Дмитрия Дудкова, вот она Дудкова говорит, совокупность совершенства Рогозина, а то на меня клевещут, дескать, только было за Архипелаг Гулаг. Да Архипелаг Гулаг даже не поминают здесь. А это у репрессированных брал. А это Рогозина опять же. Рогозина. Преступную деятельность. О как. Советская власть. Какая она была слабая. Слово сказал, и все рушится. Никто ни во что не верил. Рогозина. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот так. Приговор. Кто будет спрашивать, легко показать. Ну и посмотреть наши ресурсы, как всегда. Вот мой мир, я очень люблю его, как выглядит. Там есть я с голубем, там это просто дубль, туда не писать. А это наш форум, 1600 тем. Ну это большой наш видеоканал. И во свете Библии православный библейский сайт. Вот сегодня на этом все. Вот. Вот.